Приехала к мужу на работу, он уже закончил объект. И вот сейчас поеду, сниму. Как раз вот сейчас приеду и сниму объект. Видите, здесь, обратите внимание, как близко дома расположены друг к другу. Но в случае пожара, здесь очень быстро все приезжают, пожарники, милиции, скорые, они же тут сразу все приезжают. Почему быстро? Потому что здесь, так как рядом все дома вот эти вот находятся, то здесь все пожарные машины должны находиться, ну станции, да, как вот у нас в России, там на Украине, станции должны находиться в трех минутах. Вот поэтому как бы как-то, смотрите. О, большой. Они находятся в трех минутах прям езды от комьюнити. Это закрытые комьюнити, въезд через гейт, поэтому... Такие пальмы красивые. Ну вот, подъезжаю. Можа машина стоит. И здесь вот кто-то еще с тобой приехал с сотрудников безрабочих. Это получается гараж. Там еще один гараж по прямой. И дом уже сзади вот этого всего стоит. О, какой большой. Сейчас пойду, сниму все. Смотрите, вот видите, то, что я вам говорила, вот это гараж. Вот он гараж, как бы отдельный, да, стоящий домик. Вот основной гараж. И вот уже вход в дом. Дом большой, красивый, с бассейном. Вот уже ремонт закончен. Уже мебель расставляют. Здесь уже все сделано, покрашено. Полы уже сделаны. Все. Сейчас идет реставрация мебели. Кстати, эта женщина, она не только реставрирует мебель, она еще делает дизайнерские из трусиных яиц шкатулки очень красивые. Потом покажу вам. Это ее муж, тоже реставратор мебели. Вот что мне нравится в США, это мебель у них. Уже полы, кухня, все. Второй этаж уже все сделано. Дом с бассейном. Вы его уже чистили, еще будут чистить. Вон пылесосы работают, которые чистят бассейн. Сейчас покажу как. Вот бэк-ярд. Бэк-ярд это как у нас в России, ну как бы двор. Задний двор. Выход во двор. Уже бассейн чистили, но все равно еще будут чистить. Завтра уже сюда заезжают клиенты. Сегодня будут расставлять уже всю мебель. Вот это пылесос. Ну как улитка, пиявка плавает, чистит вот дно бассейна. Вот это вот все очищает. Ну естественно, что вот это вот листики от пальм, от деревьев. Это уже приходит человек и вручную уже чистит все. Вот этот дом, обычный американский дом, 3400 square feet. Это примерно 315 квадратных метров. Сейчас уже реставраторы работают. Это living room считается. Там кухня. Как бы дом такой небольшой, не маленький. Туда значит идет у нас одна небольшая спальня. Первый этаж тоже плитку делали. Весь первый этаж в плитке полностью. Такая маленькая спальня и там ванна, туалет и душ. Гардеробная. Здесь лаундри. Это комната постерушечная. Гараж на две машины. Это как бы гостиная. Living room тоже. Сюда тоже еще на первом этаже. Одна спальня идет. Ванна, туалет. Лестница на второй этаж. Здесь кладовая, как бы такая прихожая. Лестница на второй этаж. Второй этаж и ступени делали из инженер-вуд. Инженер-вуд. У них такая вот текстура интересная. И в основном чаще делают в Америке инженер-вуд. Чем он отличается от ламината? Это улица, крыша вот. Это со спальни. Там гардеробная. Ванна проходная. Там еще одна спальня. Сверху. Так вот, инженер-вуд. Чем лучше ламината? Тем, что он сажается на клей. Есть разные. Несколько видов его. Он есть более толстый по толщине. Есть тонкий, как ламинат. Есть средний. Здесь тоже ванна. Это мастер бедру. Это ванна. Здесь еще один кран не поменяли. Здесь обычный кран, а здесь как лебедь кран. Вот этот кран. Сейчас его будут менять тоже. Очень красивый кран. Вот. Такой необычный. И вот такие от него штучки. Буду включать. По-моему, этот кран стоит, насколько мне память не изменяет, сто, ну, сто тридцать, сто сорок долларов. Где-то так. Здесь душ не переделывали, ничего не переделывали, ванну не переделывали. Здесь только постелили, сделали, уложили полы. Как вот основная плитка в доме, здесь сделали полы. Здесь вид на бассейн будет, если открыть окно. Сегодня ведутся последний день работ. И как раз завтра уже сюда будет заезжать клиент. Мебель будут расставлять. Сейчас все будут завозить, делать. Этот дом под сдачу будет. Вот. 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 Звучит музыка. Вот так вот реставрирует мебель, полирует столешницу мраморную. И вот это вот сейчас все, это все-все-все как будет заделываться. И будет как будто новый комод вообще. Очень красивый. И такой с колоннами красивыми, плетеными. Американцы любят шляпу. Любят шляпу. Полируется мастикой. И все будет как новенькое. Вот сейчас уже отреставрировали зеркало. Его даже не видно, где прошла реставрация. То есть даже нет отличия. Все очень хорошо. Подобрали краски. Сколько кисточек. Все реставрирует. Краски. Под любой цвет. Все, что там поднимается, все делается. Вот так вот выглядит типичная улица в комьюнити. Дома-дома. Постройки здесь, конечно, отличаются от наших российских, украинских. Лисо по-другому строит. Сама технология постройки. Все полностью по-другому. В каждом комьюнити все постройки разные. Поэтому здесь все дома будут разные. Вот в этом тоже два гаража. Видите? Пальмочка несчастная какая-то маленькая. Здесь тоже вот два гаража. Я, кстати, когда была маленькая... Сейчас покажу вам. Саша, смешно стало. А когда была маленькая, у нас дома в Москве в горшке рос вот этот цветок. Даже не знаю, как он называется. И я думала... Только здесь он как-то двухъярусный. Вот он, он тоже. Цветочек этот. Пальма, цветок. Я не знаю, что это даже. И я думала, у него здесь... Ну вот у этого шишка вытянутая. Сейчас я пойду. Шишка вытянутая. А так она очень похожа на... Как чешуя ананаса. И я всегда думала, что это... Ананас растет. Представляете? А это, оказывается, пальмочка. Тут уже верх отреставрировали. Вот он прям как новенький. Видите? Уже заделали весь. Реставрацию сделали. И как с магазином прям. Вот так же реставрируют еще стулья. Все подкрашивают, пушикают, зачищают. Это муж с женой, который вот работает вместе. Вот этот стул, уже ножки отреставрированы. Здесь в США очень часто Аферап есть такая, есть такой сайт. И очень часто американцы сдают свою поддержанную мебель. Вот эта мебель поддержанная. Вот эта вот вся мебель, которая стоит вот здесь вот. Это поддержанная мебель. И ее покупают на Аферап. Либо есть специальный магазин, куда американцы сдают свою мебель. Ну, может быть, там от кого-то осталось, там, или переезжают. Как правило, часто переезжают и сдают мебель, чтобы с собой не таскать из штата в штат. И дешево ее отдают. Ну, как дешево, соответственно, да? Не сказать, что дешево, потому что мебель дорогая. И ее покупают. Кто-то так себе ее ставит, кто, у кого нет возможности реставрировать, да? Но, как правило, это надо реставрировать. И уже ставят в дома, которые под съем, как вот этот дом. Он отремонтирован и идет под съем. И здесь вот сейчас как раз вот отреставрируют все прямо на месте. и все это поставится. Сейчас вот зеркало это повесьте, я вам потом сниму. Зеркало очень тяжелое. Я прям не знаю даже сколько. Очень тяжелое. Вес сумасшедший. Ну вот, старая мебель приобретает новый, абсолютно как в магазине, вид. Вот, реставраторы так классно все делают, что все прям новенькое. первое время. Больше? Очень хорошо. Хорошо, смотри. Вот готова она уже, красавица. Комод красивый. Новенький такой весь. Новая жизнь у стульчиков будет, простит, сразу оплакал. Вот какой у него был первоначальный вид, такой уже потусклый, уже все никакой. Вот уже новенький стульчик. И вот, смотрите, для сравнения, какой он был. Сейчас кожу все приведу в порядок. Даже ножки, смотрите, разница какая. Это вот такие вот предметы такой для реставрации и все. Сколько всего нужно, да? Как-то мне прямо лоточек напоминает, как это суд идет. Да, видите, сколько всего. Вот сколько всего у реставраторов, краски, всего полно. Такой ящичек красивый, кстати, дизайнерский прям, да? Ну вот все, полностью готовый результат. Как бы парная консоль и стулья. Такой ящик. Такой ящик. Ростовый козлений Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»